Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок. И сегодня я вам хочу рассказать про болезни наших вишен. Среди множества болезней, которые серьезно вредят культуре вишни в Беларуси, и не только в России, на Украине, везде, где эта культура выращивается, пожалуй, на первом месте стоит кокомикоз. Когда-то эта болезнь была большой редкостью и отсутствовала в Европе. Но, будучи завезенной к нам из Северной Америки, она получила быстрое распространение и привела к тому, что в течение нескольких лет вишня практически исчезла из наших садов. В чем же вредоносность этого заболевания? Оно бурно развивается именно во второй половине лета, тогда, когда начинают созревать или созрели вишни. Она поражает именно листовой аппарат, то, без чего растение, дерево не может жить, не может подготовиться к зиме. Фактически, вызывая листопад, вот вы видите, здесь уже почти все листья опали из-за поражения кокомикозом, эта болезнь обрекает вишню на голодную смерть. Постепенно ослабляя, в течение двух-трех лет, дерево теряет все свои защитные силы и вымерзает, засыхает. Особенностью кокомикоза является образование большого количества мелких пятен, рассыпанных по всей поверхности листа. Из-за этого лист не может нормально фотосинтезировать, не может обеспечивать питанием растения. И в конце концов осыпается. И мы видим голые деревья и кучу листьев под ними. Кроме кокомикоза, вишню поражают и другие болезни. Та же самая дырчатая пятнистость, которая больше всего, конечно, урона наносит в сливе, абрикосу, превращая листья реально в кружево. Особенность кластероспориоза в том, что на месте пятнышек отмерзшей ткани потом образуется дырочка. Она просто выпадает. Это тоже приводит к потере листов фотосинтетической способности и тоже ослабляет растения. Чем мы можем помочь сейчас нашим вишням, черешням, которые тоже болеют различными листовыми пятнистостями? Мы можем помочь только химическими обработками. Если ваше растение заболело или только-только появились первые признаки, не стоит откладывать проведение защиты. Для этого мы используем такие препараты, как скор либо райок, как топаз, либо хорус. Что-то одно из этих рекомендованных препаратов. Сразу после того, как вы сняли урожай, проводим опрыскивание, совмещая его с обработкой от тли, при помощи, допустим, окторы, либо дециса, карате. И обязательно даем подкормку. Ведь растение, пораженное болезнью, оно уже и так ослаблено. И его нужно дополнительно поддержать. Подкормка вне корневая при помощи растворимых удобрений с пониженным содержанием азота. Не более 3%. Здесь, видите, растение уже остановило рост. Оно заложило верхушечную почку. Если мы сейчас дадим хорошую дозу азота, а осень выдастся теплой, то это может даже в каких-то случаях спровоцировать пробуждение почек, повторный рост. Если же растение не закончило рост, то есть у нее не заложена верхушечная почка, а имеется побег продолжения, то добавка большого количества азота привезет к тому, что оно начнет расти очень быстро. Побеги не древеснеют. Они легко заболевают и легко подмерзают. Ну и опять же наши потери. Поэтому сразу после сбора урожая обрабатываем наши вишни и черешни фунгицидами и инсектицидами от болезней и от вредителей, подкармливаем их. Многие спрашивают, а что тогда делать с опавшими листьями, которые уже в большом количестве лежат под деревьями? Несомненно, их нужно убрать из сада. Периодически сгребайте листья и отправляйте их в костер, либо глубоко в компост. Дело в том, что оставленные под деревьями зимовать, они затем рассеивают споры рано весной, заражая дерево заново. Убирая листья, мы таким образом снижаем инфекционный запас болезней в саду. До новых встреч! С вами была Юлия Кондратенок, селекционер-фитопатолог, кандидат сельскохозяйственных наук. Процветания вам и вашим вишням! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова